добрый день сегодня последний день осени 30 ноября четверг 2017 года 4 2017 года шикарно единственный 4 2017 года так вот на днях мне попалась статья неплохая в принципе про жизнь нью-джерси и она относительно то свежая вот я хотел лишь хотел бегло но чувствую не знаю бегло наверно не получится ее просмотреть пролистать чтобы было понятно что существуют определенные девиации в затратах в ценах потому что все это зависит от персональных каких-то качеств что человек хочет какие где он больше тратит где меньше где он считает что нужно экономить а что ему не важно что важно плюс от его там семейного положения он сам женой если дети и так далее и тому подобное вот но отвезение конечно много зависит от входных условий там от зарплаты и прочее и прочее так вот статью ты написала собственно жена айтишника программиста видимо они реалацировались из россии из москвы в нью-джерси судя по статье они переехали месяцев где-то шесть-семь назад и поселились бридж вот и это минутах девяти десяти от нас мы туда постоянно ездим в костка и другие магазины там хороший большой торговый центр promenade собственно я недавно туда ездил как раз и в костка сдавал робот-пылесосы и локальный эпицентр так сказать фон дипо за хомутиками так вот она здесь для начала для начала начнем ну это собственно факт из википедии и кстати тоже интересный момент что джерси на самом деле на четвертом месте среди самых маленьких штатов но в то же время в то же время это самый густонаселенный штат и это это реально прикольно когда фейсбуке там и в комментариях там все всем не пишут о том что где все люди чуваки и это еще самый густонаселенный штат вот такая вот здесь в рублях там сравнивать и так далее и тому подобное по визе тоже я делал как-то репортаж чем отличается l виза от h визы вот это единственное заявление сразу можно подать заявление на грин карту в плюсах или визы я не знаю возможно как бы государственные requirement и требования к самой визе возможно это и позволяют но в данном случае у меня есть отдельные условия от работодателя что релациировавшись сюда я имею право на подачу грин карты только спустя год работы здесь вот возможно если таких требований от работодателя нет то возможно можем можешь подаваться сразу вот про минусы я тоже рассказывал и так далее и тому подобное также супруге супругу собственно тому хвостику кто релацируется вместе с человеком получившим l1 визу ему дается l2 частности вот моей супруги и ребенку так вот супруг имеет работе имеет имеет право работать здесь об этом я говорил но для этого нужно вот получить отдельный employment авторизацию документ то есть насколько я узнавал буквально вчера делается это все онлайн не надо никуда ехать ни в какие госинстанции это заполняешь сам форму чтобы получить эту авторизацию на работу разрешение на работу и это стоит денег где-то возможно около там трех сотен долларов это стоит и документ не на всю жизнь он временный в частности так как lv задается на три года то документ чаще всего лимитирован теми же самыми тремя годами могут выдать на два года потом нужно будет снова продлевать получать платить снова те же самые три сотни вот все зависит от того когда вы выдана была l2 виза и когда подаетесь на разрешение на работу вот тут она показывает пачку документов на одного человека для получения львизы но на самом деле такая пачка только для основного релацируя моего в ого-го-го-го то есть да на меня вот такая же пачка была там петиции все прочие документы на жену и ребенка таких пачек нет тут она говорит про получение social security number вот так он выглядит мы уже получили я и жена тоже она упоминает о том что как бы 40 процентов американцев не имеют паспорта вот потому что собственно не особо никуда не выезжают за рубеж поэтому все здесь обходятся в основном водительскими правами или же и или social security number вот по правам она говорит по водительским правам то есть она здесь уже пишет действительно свежую информацию о том что на зарубежных правах можно ездить до одного года буквально в предыдущей версии вот этого drivers manual что я брал в mvc там этой строчки не было это вот в последней редакции появилась как раз уточнение строчка что можно не более года ездить ну до года и это хорошо то есть если я вот допустим в моем случае который еще не получил местных водительских прав если вдруг остановят у меня эта книжечка всегда с собой в бардачке я буду тыкать пальчиком туда это буквально 2 страница там какой-то там на абзац вот тут она говорила по поводу тоже сдачи на права о том что действительно происходит все рандомно и персонально то есть вас могут отправить на вождение могут не отправить среди моих коллег также самое есть случаи у которых было кучу лет опыта вождения в своей стране в частности в украине и его все равно отправили на сдачу вождения также как и здесь же известен случай о том что человек получил водительские права в украине буквально там за пару недель до вылета до релокейта в штаты и его не отправили на вождение он сдавал только теорию то есть все зависит от того даже не знаю чего просто от ситуации и насколько ты там будешь дерзкий оспаривать частности вот они оспаривали этот все полгода или сколько ждали но можно это все на месте опять же позвав менеджера закатывая там истерики или еще что-нибудь вот дальше она говорит про систему мер ну это классическая тема не знаю в принципе довольно таки полезно иметь сразу расшифровку но я ее никогда в голове не запомню серьезно ну я так приблизительно там знаю что там одна миль это нам чуть больше полторы километров там все остальное в пике узнает ну и один галлон около четырех литров это то что я как бы осела в голове как там считать фаренгейты эти футы дюймы я не парюсь я уже просто привык банки получения кредитки карт кредитной карты собственно смотрю они так же самое как я шел по своему пути они открывали в bank of america кредитку аналогично они взяли выбрали кредитку с кэшбэком я потом принципе расскажу хочу подвести итоги тоже это интересный вопрос как здесь работают сети кредитные карты вот мобильное приложение вот так вот выглядит да подтверждаю нотификации все это есть все здорово про инвестиции про инвестиции про инвестиции я не знаю про инвестиции мне кстати эта тема этот абзац заинтересовал я его посмотрю подробнее постараюсь на гуглить на самом деле на сегодняшний день как я говорил для меня открыто наиболее оптимальная крутая опция инвестировать какие-то деньги это вот это 401k программа называют ее как как только могут фо ван кей фо о ван кей фо ти ван кей дробят эти три цифры 401 как как хотят вот это не обязательно инвестиции в пенсию это куда угодно ты просто эти деньги там ложатся они же потом сразу конвертируются так сказать вкладываются в во всякие там бирже акции бонды и они крутятся получая там 20 и выше процентов годовых что очень круто иного такого не найдешь наличные карты и чеки ну да да она здесь пишет о том собственно что наличкой здесь практически не пользуются практически везде можно оплатить картой есть магазины где есть ограничения что там допустим чтобы оплатить картой там надо покупку не меньше пяти долларов сделать и так далее ну кэш какой-то мелкий я тоже с собой всегда имею вот она пишет что в кошельке на 50 60 долларов на всякий случай я тоже до 100 долларов держу потому что на заправках в жерси чаевые там какие-то даешь доллар там ну и так по мелочи не знаешь иногда где может пригодиться вот она собственно пишет о том что можно там оплачивать чеками да у меня было видео как мы тоже выписывали первый чек при открытии счета банк тебе дает по-моему три бесплатных чека она здесь кстати помню писала сколько то у них сколько им давали у них в подарок 8 их дали у меня было три только вот остальные надо заказывать платно носа на самом деле я пока выписал только один чек за оплату квартплаты аренды но уже уточнил у своего арендодателя как это можно делать онлайн чтобы не тратить эти чеки мало ли где не пригодятся да и не хочется бегать покупать за 8 долларов пачку 42 если можно обойтись без них и собственно наверное самое интересное поехали по жилью вот про одноэтажную америку собственно да подтверждаю что где-то средняя стоимость вот one bedroom а по нашему это двушка потому что здесь считают только спальные комнаты то есть one bedroom это спальная комната и зал естественно вот средняя цена в полторы тысячи долларов в месяц минимально они видели за 950 да я тоже это видел на крае из листе вот она показывает как выглядит их район зимой весной дома по соседству это здорово расписывают цены в их районе я думаю бридж water тоже не самый дешевый городок в джерси собственно там выше писала что джерси тоже один из самых дорогих штатов ну да ладно про риэлтора коммунальные услуги в общей сложности в среднем обходятся в 200 250 долларов в месяц да могу подтвердить по всем отзывам и общению с местными согласен но очень часто можно найти квартиру где эти или апартам где коммунальные услуги будут включены уже стоимость арендной платы в частности допустим вот моих апартментах у меня из коммунальных только электричество вот про личное пространство тоже да есть такой закон у них что в частности в условиях моему апартменту за парк от франклин было там написано что согласно закону штата нью-джерси с ребенок по моему с 18 месяцев уже считается отдельным оккупантом occupant как это жильцом вот и соответственно количество жильцов получается уже трое типа ты жена и ребенок и на там на каждого человека там условно там у ребенка должна быть своя комната а у родителей своя но когда я это обговорил со своим арендодателем они сказали забей я говорю у меня сейчас ребенку там условно там 12 месяцев не будет ли так что там через полгода вы мне скажете что переезжай с ван бедрум в ту бедрум именно спальных комнат то есть ты не можешь говорить мы здесь с женой в зале поживем а вот ван бедрум будет одна спальня будет для ребенка нет именно количество бедрумов должно быть подходящие на людей но собственно мне сказали забей и я забил то есть все нормально вот мой коллега который в моем апартменте тоже поселился не так давно у него ребенку три года ему тоже вообще вообще про это ничего не сказали вот мебель до жилье сдается без мебели все приходится покупать ну либо брать у знакомых потому что как вчера я взял стол со стульями бесплатно тут все друг друга что-то пытаются отдавать чтобы не тащить это на просто не выставлять на мусорку тут люди просто могут ходить мимо мусорки проходят что-то все захватить телевизор микроволновку или очередное кресло или диван потому что просто выставляют много что много что выставляют вот так закончу эту фразу залог да за аренду обычно полтора два месяца но опять же можно есть нюансы можно найти условия допустим как у меня они этот security депозит вот этот залог ограничили фиксированной суммой в 500 долларов несмотря на то что арендная плата полторы тысячи 1575 меня это было бы сильно двухмесячную арендную плату отдавать на security депозит на залог вот про кредитную историю она пишет о том что обычно спрашивают на так ты новый приезжаешь у тебя ее нет во всех практически во всех апартментах да не практически во всех апартментах с кем я не общался когда искал жилье они всегда упоминали за кредитную историю я всегда упоминал о том что я здесь новый человек в этой стране у меня нет и все как один отвечали практически ну можно так цитатой что отсутствие кредитной истории, лучше, чем плохая кредитная история. Поэтому не парься. Так что тоже, реально можно не париться по этому моменту. Где искать жилье? Вот она. Собственно, один в один. Там же, где я смотрел, Craigslist, Труля, я вставил в себе приложение, смотрел на сайте. Тоже мне приходили постоянные нотификации по выбранным локациям. Zillow смотрел, Rent.com смотрел, Apartments.com и Yelp. Ну, Apartments.com я еще смотрел. Yelp не юзал. Да, на всех этих сайтах можно искать. И нужно, наверное, искать жилье. Собственно, вот у него фотография о том, что они все-таки нашли дом на Craigslist. Вот так вот выглядело объявление 1350 One Bedroom. In a luxury house. Oh my dog. Так вот, то есть они пошли путем выбора не апартмента, а найти объявление от частника. То есть на Craigslist чаще всего это частники выдают. Допустим, у кого-то есть большой дом, им эти количество комнат нафиг не надо, они просто простаивают. И если есть отдельный вход, то то хозяин просто в шоколаде. Он эту часть дома сдает, в остальной части дома живет, у всех отдельный вход. Ты всегда можешь с ним решить какие-то вопросы, если что-то случается. Может, они даже чем-то подскажут, помогут. Это неплохой, на самом деле, вариант. То есть, вот она пишет, что они платят за One Bedroom, за вот эту часть дома, ну, собственно, 1300-200, 1320. Это им еще в скидку, как бы, сделал. За отсутствие стиральной машины и сушки. Ну, то есть, то есть так. Ну, понятно, прачечная 20-25 долларов в месяц, где так. На самом деле, если селиться в апартментах, то можно найти так же самое One Bedroom apartment без стирки и сушки где-то за ту же самую цену. За 1350. Я такие варианты видел здесь в Джерси. Я смотрел. Но я искал-то именно со стиркой и сушкой. Поэтому, в принципе, шило и мыло. Но у нее в варианте она из-за того, что в доме нет отдельных счетчиков, то коммунальные услуги, они уже включены в стоимость аренды. То есть, все, что они там в воду тратят, свет и так далее, собственник несет на себе эти все расходы. Это круто на самом деле. Потому что найти апартмент за 1350 без стирки и сушки это можно, но не всегда. Там будут включены коммунальные. Либо не будут вообще включены. Ты будешь отдельно платить 200-250 в общей сложности. Либо где-то как у меня, допустим, что-то одно будет на тебе. Допустим, электричество, которое там потянет от 20 до 50 долларов в месяц. Но в целом, я думаю, можно найти, где будет все включено. Покупка мебели. Они так же самое сэкономили. Собственник отдал им старую мебель. То, о чем я говорю, которую он больше не пользуется. Больше всего они потратили 500 долларов на стол и стулья. Вот так вот выглядит их дом. Общественный транспорт, если коротко, его практически нет. Плюс 100-500 к этой фразе. При том, что даже рядом с моим домом по дороге я вижу остановки автобуса, который едет до Нью-Джерси Транзит, до станции, где ты можешь пересесть на электричку и поехать там в Нью-Брансвик, не знаю, в Нью-Йорк. Но я никогда не видел этих автобусов. Автобусы на остановочке стоят, они чистенькие, красивенькие, маленькие, аккуратные. Но я никогда не видел ни людей на этих остановках, ни автобусов. Возможно, они ходят раз в, не знаю, там в пятилетку по юбилейным годам. Но он не нужен. У меня был вопрос, кстати, вот, допустим, моя работа находится действительно in the middle of nowhere. Сюда общественным транспортом вообще никак не доехать. Ну, кроме как убером. Ну, это не общественный транспорт. Это такси. Вот. Просто так ты на работу не доедешь. То есть, на мои вопросы, а как же, если вот, допустим, там все собрались и договорились там поехать там вечером куда-то отметить, посидеть и что-то выпить. Ну, ты с утра вызываешь убер, едешь на работу, после работы все убером едут до назначенного места, там сидят, а потом после вечеринки все убером разъезжаются по домам. То есть, получается, это действительно довольно-таки колоссальные расходы на... И сразу же всем неудобно, накладно, дорого и прочее, прочее, прочее. Люди предпочтут поехать на своей машине и немножечко там выпить, потому что здесь, во-первых, промилле допускают определенные, а во-вторых, даже если ты выпьешь больше промилле, тебя все равно никто не остановит, если ты адекватно ведешь себя на дороге. То есть, просто так никого не останавливают. Только по какой-то заведомой причине. Вот. Она тут расписывает цены про это, про все, лично автомобиль. Вот это, кстати, классный кейс, потому что они... у них получилось взять Toyota Prius в отличном состоянии, ну, это такое условное понятие, за 6 тысяч баксов. Где же она пробег писала? А вот. Пробег 88 тысяч миль для Prius это шикарно. Даже Prius'а шестого года это шикарно, потому что практически можно делить на два этот пробег в Prius'ах. Там гибридный двигатель, половина всех пробок, остановок на светофорах, стартах на светофорах всю эту половину берет на себя электродвигатель. Все остальное, когда ты уже разогнан и едешь без особых каких-то там подгазовочек, берет уже на себя нормальный движок. Но на самом деле это очень неплохой вариант за 6 тысяч. Сейчас мы тоже с женой рассматриваем поиски Prius'а и мне попадались варианты от 4,5 до 6. тоже с милями где-то около 100 тысяч. Тоже 5-7 года Prius'а. Поэтому вариант неплохой. Но в то же время я взял за 3,5 Volvo. Хотя она кушает гораздо больше. У нее вот 80 долларов в Prius'е уходит. У меня 220 в месяц где-то уходит на бензин. Приблизительные цены пишет на бензин и так далее. Аренды машины. Да, это все можно арендовать. Возможно даже нужно для тех кто не может приехать и сразу найти автомобиль. Первое время придется либо на Uber ездить на работу либо арендовать. Медицина. Неинтересная для меня тема. Единственное да, собственно желательно сделать страховку. Обычно нормальный работодатель который перевозит это все участвует в твоей страховке оплачивает частично все эти затраты. То есть страховка делится на три вида. Медицинская страховка, стоматолог и Vision. Глазник по-нашему. Причем при том что у меня работодатель берет на себя львиную долю затрат по этой страховке оставшиеся не знаю сколько там процентов плачу я и у меня это в месяц выходит в полумесяц так как я зарплату получаю два раза в месяц а в полумесяц получается по сто там двадцать долларов то есть в месяц двести сорок где-то так. Ну а работодатель платит за меня в месяц где-то около там не знаю пятисот шестисот наверное. Вот собственно как-то так в среднем четыреста долларов стоит медицинская страховка на одного на семью она где-то в среднем стоит ну семья это допустим жена и ребенок она будет стоить уже около пятисот средний это базово она будет с неплохим покрытием и так далее и тому подобное здесь я в принципе все соглашусь она расписывает все эти термины копей дедактабл я этому посвятил не знаю неделю чтобы разобраться и на самом деле не хочу даже вдаваться в подробности кому надо может найти эту статью как сэкономить на страховке никому не интересно налоги налоги в джерси 7 процентов почему она пишет 6,8,7,5 может быть так и есть я не знаю но налог на самом деле уходит не на все то есть вот есть есть список облагаемых налогов налогом товаров есть список не облагаемых ну вернее один из этих списков существует вот в частности она пишет о том что не все товары облагаются налогом в частности вот рождественские елки облагаются налогом а картофельные чипсы сыры молоко чай газеты шнурки для ботинок аспирин не облагаются ну и так далее то есть почему я думаю это какие-то нам исторические причины возможно когда-то не было шнурков для ботинок не знаю были роскошью внесли в список что давайте не будем облагать налогом чтобы люди могли их покупать я не знаю я думаю только исторические причины какие-то способствуют включению каких-то товаров в этот список вот связь она тратит на мобильную связь 90 долларов в месяц при том что у них припейт IT&T точно так же как у меня с женой 6 гигабайт трафика и безлимит на звонки и смс так и есть но я не знаю почему они до сих пор не додумались что это можно 90 превратить в 75 то есть одна карточка стоит 45 но одна симка один тарифный пакет на одного стоит 45 долларов в месяц у них двое человек соответственно 90 но эти 45 если ты сделаешь автоматический платеж настроишь у себя там в аккаунте в профиле на IT&T сайте чтобы у тебя деньги автоматически снимались когда наступает определенный период то скидка 5 долларов то есть уже будет 40 то есть уже у обоих будет по 40 это уже 80 долларов как сделать еще скидку в 5 долларов это нужно объединить эти два пакета в один мультилайн пакет так сказать семейный ты можешь там чем больше ты людей подключаешь к одному блоку я не знаю как это назвать так сказать кругу друзей друзья друзей тем больше скидка по моему от одного до трех человек это 5 долларов скидка 4 и так далее если у вас там большая семья то больше скидка в частности я объединил с Лидой наши две симки как бы в один трекинг что они трекаются теперь как вместе и получили еще скидку 5 долларов и того у нас на 2х75 в месяц продукты и вещи ну вещи здесь действительно дешевые на них нет налога продукты относительно тоже большая тема для разговора и вот эти все цены на самом деле вообще ни о чем потому что продукты тут надо смотреть органик еда не органик более того органик органику рознь плюс в каком магазине этот органик да и вообще нужен ли он тебе какие вещи стоит покупать органик какие нет от этого очень много еще зависит и так далее единственное что я соглашусь это то что круглый год на прилавках есть фрукты и ягоды это да и они не могу сказать что прям дешевые но доступные в частности мы для ребенка покупаем очень часто и много всяких фруктов и ягод ну и для себя заодно вот и это круто это круто я не знаю у них есть Флорида у них есть Калифорния у них есть всякие там Пуэрто Рико Мексики Аргентины откуда все эти фрукты везут и свои и привозные другое дело что половина из них оно на вкус как пластилин но не всегда опять же какого бренда возьмешь какую там ту же самую клубнику ты можешь взять одну клубнику она будет никакая а другую клубнику она реально будет бомба инжир черешню сейчас Лида начала покупать в общем в этом плане реально круто аналогично с овощами то есть вчера вот там Лида там укроп покупала просто ты его открываешь он пахнет не знаю как с грядки настолько классно вот он пахнет что как настоящий одежда тут дешевая да одежда дешевая вот что что с одеждой американцы вообще не парятся они покупают что подряд носят не знаю месяц два они готовы выбросить купить новое потому что оно дешевое они к ней относятся вообще как не знаю к чему Walmart Shopprite Marshalls и так далее путешествия но у них нет детей они могут себе позволить срываться каждые выходные куда угодно и это прекрасно это круто это реально круто то есть тут она расписывает про то как они ездят чаще всего они ездят на машине потому что как я говорил инфраструктура дорог здесь замечательная в большинстве случаев дороги шикарные есть не без изъян но они шикарные и покрытие дорог очень крутое поэтому и бензин относительно это дешевый поэтому ты можешь ездить путешествовать своей машиной это одно удовольствие вот ну всякие фотки с Ниагары с Чикаго с этой фасолинкой в целом в целом они тратят три с половиной тысячи в месяц на двоих это наверное неплохо как я говорил я своих обязательных расходов насчитал на 2300 ну соответственно 1200 на еду увы у меня наверняка уходит больше потому что с ребенком ты выбираешь еду дорогую вот эту всю органическую или еще что-то фрукты ты выбираешь лежат допустим два одинаковых банана но один органик а другой нет я не знаю вот я на вкус не отличаю но как обычно ты пытаешься перестраховаться а вдруг там меньше каких-то там нитратов или еще чего-то и ты покупаешь для ребенка органик бананы но они там лежат гниют ты начинаешь тоже есть органик бананы как-то так ну в общем я думаю у нас уходит больше на троих человек чем 1200 поэтому я думаю в среднем у нас затрат больше вот ну дальше в процентном соотношении что эти затраты себя включают потом как она говорит как круто жить снова эта фраза in the middle of nowhere но это не про Bridgewater потому что Bridgewater офигенный торговый центр ну и тоже локация очень неплохая можно действительно и до океана и до Нью-Йорка час и Филадельфию час то есть ну это это крутой район на самом деле Джерси Central Jersey это реально удобно одноэтажная Америка бла-бла-бла ну какие-то фотки на Манхэттен и Сэнди Хук это один из ближайших пляжей здесь в Нью-Джерси по крайней мере в центральном ездили наши ребята когда мы были здесь в командировках ну собственно вот такая вот статья я лишь хотел проревьюить ее для того чтобы понять что есть девиации в ценах в зависимости от разных ситуаций есть моменты я не знаю вряд ли здесь видно ссылку если что я ссылку тогда в комментариях приведу вот ну наверное все спасибо спасибо Продолжение следует...